И вот вы понимаете, да, я отсюда деньги не беру, потому что как можно брать деньги с тех, кто вам деньги экономит, понимаете, да? То есть я беру деньги с других людей, которые просят, Алексей, да поставь мне газовое оборудование, чтобы мы так же, как и ты, экономили денежки. И ПЛАУСС, Советская Армия, 2.2, приезжайте, ставьте супер газовое оборудование и экономите. И можно было бы многое рассказывать о газе, но не каждый из вас является лаборантом газового анализа. И далеко не каждый понимает физический процесс. Ну а для тех, кто понимает, я скажу, спокойнее и лучше ездить на газу. Ну а для других другое впечатление. То есть вы понимаете, что только бензин движет процесс перемещения механизмов. А вот тут-то вы и не правы. Изначально ДВС работал на газе. То есть понятно, куда мы клоним. А вот результат. Хорошая новая машина, да? И казалось бы, не надо бы ставить газовое оборудование, потому что машина качественная, бензин не такой расход бензина. Но тем не менее, вы поставили газовое оборудование, да? И сколько денег экономите? Ну, получается в месяц около пяти заправок. Если раньше приходилось неделю, ну или на каждую заправку заправлять где-то 1300-1350, то сейчас получается 700-750 на каждую заправку. А если несложно посчитать, сколько было раньше, сколько сейчас? По сумме я как-то не считал, но так в среднем месяце получается экономия где-то 3-3,5 тысячи рублей. То есть вы работаете на комбинате, у вас нет таких перемещений, да? Я работаю не на комбинате, поэтому приходится ездить немножко побольше. Понятно, понятно. В принципе, город за город. Получается, средний расход раньше был на бензине около 10 литров. Сейчас еще процесс обкатки идет, еще месяц не прошел, как езжу. Сейчас где-то около 12. То есть обещали отрегулировать, будет еще меньше есть. Вообще вот надо понять, что машина каким-то образом поменялась или нет. Потому что говорят, что вы ставите газ и у вас будет все нехорошо. Так ли это? Не, ну парадокс, но самое интересное, что я даже не чувствую, когда он включается, газ. То есть я завел машину, еду, потом гляжу, уже работает на газу. Ни запаха раньше около подъезда все время говорили, вот ты машину типа греешь, воняет. Сейчас ни запаха, ничего такого нет. По мощности ездил в Уфу, ездил по горам. Никакой разницы большой не заметил. Ну а как еще? Для тех, кто ездит на бензине, так вот, Россия замыкает последние позиции. Ну не магнитка, но вы попробуете селянину объяснить, что газ лучше. Но будем надеяться, и село посмотрит, и каждый поймет, что гораздо проще для кошелька заливать себе газ. Вот вы знаете, когда я ездил на бензиновом оборудовании, я не ездил столько много. Потому что, ну надо было понимать, до 15 тысяч в месяц это ограничение было, там по 20-30 километров. Сейчас я поставил газовое оборудование, и у меня в действительности я стал ездить больше, и в действительности люди стали смотреть сюжеты мои. Я, конечно, понимаю, что у вас, наверное, такая же ситуация. Вот сколько вы раньше денег тратили вместе, сколько сейчас экономите? Ну раньше я тратила очень много на бензин, потому что работаю как бы на левом берегу, постоянно моталась, машина меня как бы кормит, поэтому 25 тысяч я тратила, заправляясь 95-м бензином. Это было очень, конечно, дорого, там зарплата, это, ну, весомый такой кусок уходил на бензин, но как бы деваться некуда было. А сейчас сколько вы тратите? Ну, чтобы понятно было, да? Сейчас я трачу, сейчас скажу вам, 12-13 тысяч, это в месяц. То есть лишнее получается почти 500 долларов в семью получается? Да, получается в семью, на себя, но это очень, конечно. Выгодно оказалось, полгода езжу, довольно очень. Хорошо, мне люди говорят, ну, люди странные, говорят, что на газу машина ездит как-то по-другому. По-моему, немножко все-таки кто-то врет. Врут, потому что машина ездит точно так же, мощность она не потеряла нисколько, но я довольна. Ага, а где газ ставится? Я бы, конечно, продвигал каждую газопереводящую станцию, но так бывает, показывают 2-3 месяца и сладость. Но затем другая радость на дне внимания принесет, и нету сладости, радостев-то нифига. Объясняю проще. Просмотр автостопа показывает вам, что здесь и в данном случае на Советской Армии 2.2 вы можете поставить себе газ. Кстати, о птичках. Вы, по сути, можете себе здесь все и выбрать. Ну, нет денег на поколение 4 с плюсом или 5, поставьте дешевле. Хотя я понимаю, что такое круто. Круто это, когда вы и не понимаете, на чем ездите, то ли газ, то ли бензин. А круто вам тачку поставят здесь и адресок Советской Армии 2.2. Спасибо большое за то, что у нас город все-таки ездит на газу. Потому что Магнитокорск правильный город, да? Я вижу и уже смотрю о том, что на каждой заправке потихонечку устраивается очередь за газ. Но надо понимать, сколько стоит газовая экономия реальности. То есть, допустим, поставим машину дешевую и вот на 4 горшка. Сколько она будет стоить? Ну, приблизительная цена с баллоном на 42 литра. У нас стоимость установки хорошее оборудование, премиум класса, стоимость 24 400 рублей. 24 400 рублей, если я часто заправляюсь, я ее буквально за месяц отработаю? Да, если большие пробеги, то можно и за месяц сэкономить. И у каждого клиента, естественно, есть какое-то преимущество. Какое преимущество у вас? У нас для корпоративных клиентов, для юридических лиц мы заключили договор с Новотеком. И при переводе своих автомобилей юридические лица не платят за установку. То есть, просто приехали, поставили и вообще ничего не платят? Да, по договору. И у них будет обязанность заправляться на АЗС Новотек. Я, конечно, понимаю, что есть люди хорошие, да, они тоже устанавливают газооборудование. Я и буду их показывать, потому что это же надо показать. И чтобы быстрее Магнитогорск пересел на газ. Вот, но они могут обслужить, ну, один, ну, два автомобиля. Сколько вы можете обслужить в день? Так как мы официальные дилеры и прошли обучение в авторизированном сервисе, мы можем обслуживать и до шести, до семи автомобилей в день. А теперь в действительности. Да, машины в Магнитогорске ездят на газу. Я тут недавно не въехал, но почему-то одна станция в раз закрыла въезд. Но, купив чудо-скидку, я заправился газом в другой компании, причем по той же цене. Ну, вы поняли, в которой я заправился. Да, по сути, мне бы понять, что отправя свои машины в ОВО, я бы здесь на Советской Армии 2.2 не майнал бы свой кошелек, а мне бы поставили газ бесплатно. Но это уже другая суть. Так же, как и то, что единственный представитель GFI работает в Магнитогорске. А народ-то понимает суть газовой столицы. Если магнитка в раз переплюнула все население России, то на магнитку и надо равняться. И вот куда ехать то. Советская Армия 2.2. Но, чтобы понять, тут особых выкрутаться-то и не надо. Ездите по Советской Армии вверх, в сторону Советской и налево, обратно в сторону комбината и направо. Ставите себе нормальное газовое оборудование. Причем, в некоторых случаях ставится это газовое оборудование и оплачивается, в смысле оплачивается нормально, за месяц. То есть, если приезжают сюда таксисты, то, представляете, да, хлоп и все. А дальше уже идет супер-мегаэкономия. Особенно, когда вы ездите очень много.